Товарищ майор, скажите, я так понимаю, вашего товарища и подчиненного сегодня увезли в СИЗО. Вы под домашним арестом. Ожидали ли вы другое решение суда и на чем вообще основывается обвинение? Я, конечно, надеялся на другую меру пресечения, в связи с тем, что не связано с решением свободы, так как я и мой сотрудник не совершали никакого преступления и нам инкриминируют те статьи, которого наша вина не доказана в данных преступлениях прокуратурой Харьковской области. А скажите вообще, как случилось ваше задержание и можно ли это назвать задержанием? Или это было что-то другое? Наше задержание 17 июня 2014 года в 10 часов 20 минут было незаконным, мы были избиты, соответственно, были помещены в траншеи, одеты у нас были наручники, мешки на голову. Осмотр транспортного средства был произведен только 18 числа, то есть без нашего присутствия, без защитника, без нашего адвоката и хозяйки транспортного средства, что является нарушением. Изначально был составлен протокол осмотра места происшествия с нарушением не 17 июня 2014 года, а 18 июня 2014 года. А какое подозрение вам было первоначально предъявлено? Приназначально было подозрение предъявлено по статье 263 части 1 Уголовного кодекса Украины. После этого... А можете назвать эту статью для зрителей, которые не ориентируются в Уголовном кодексе? Незаконное хранение перевозка огнестрельного оружия, огнестрельного или оголота боеприпасов. Понятно. А скажите, ну то есть согласно, в общем-то, действующее законодательство и ОПК, то есть это должно было быть внесено в ЕРДР в тот же день, да? А осмотр, вы говорите, проводили машины на другой день. Каким образом в ЕРДР оно было внесено, вот с таким подозрением, с такой статьей, с предварительной правовой квалификацией? То есть, получается, 17 июня 2014 года в ЕРДР было внесено только статья 263, часть 1, а уже следственные действия непосредственно проводились уже 18 числа, и допрос нас в качестве подозреваемого. Ну, а можете все-таки рассказать, как вот было это задержание, что у вас с собой было в машине, были ли там 28 тротиловых шашек? Значит, при задержании транспортного следствия не было обнаружено ничего. Сотрудники батареи на Чернигов проводили осмотр транспортного средства, тщательный осмотр. Была в автомобиле найдена георгиевская ленточка в бардачке транспортного средства, принадлежащего Владимиру Роману Валерьевичу, а также в багажнике была обнаружена форма работника милиции. Больше в транспортном средстве обнаружено ничего не было. После этого нас положили на асфальт, избили и повестили в траншею, где мы находились в лесу, на протяжении длительного времени. – Скажите, ну вот вы говорите, что больше ничего не было обнаружено. Насколько мне известно, там были еще обнаружены один или два торта. Почему торты находились в машине и для чего вы ехали через этот блокпост? – В тот день мы ехали к моему сыну Денису, которому в тот день исполнилось 7 лет. Получается, я купил два торта и цветы жене. – Анна, скажите, пожалуйста, ну вот мы с вами первый раз встретились в здании апелляционного суда. Ну, первое, скажите, то, что все-таки мужу изменили меру пресечения на домашний арест, благодаря адвокатам и его позиции, ну как вы это оцениваете? И вот домашний арест был круглосуточным до этого или нет? Как вы считаете, вот… – Домашний арест был круглосуточным. То, что ему изменили, конечно, хорошо. Он может пообщаться, ребенка увидел хотя бы. Но лечение как бы под круглосуточным домашним арестом невозможно проводить. Дальнейшее обследование, лечение. – У мужа есть заболевания? – Да, заболевания. – То есть, которые требуют лечения? – Да, да, серьезные заболевания, которые требуют и обследования, постоянного анализа, ну то есть, проведение полного обследования организма. – Понятно. Вы сейчас живете, вы родом Харьковчанка или вы приехали все-таки с Луганской области? – С Луганской области приехали. – И где вы сейчас живете, в каких условиях? – Живем в родственниках, которые приютили нас в городе Харькове. – Предоставили жилье. – Предоставили данным жилье. – Сын Денис с вами? – Да, сын, и я, и муж. – Скажите, когда был день рождения у сына? Ждал ли он тогда отца? И как вы узнали, что ваш муж и отец Дениса, соответственно, задержан? – Да, мы ждали, готовились к этому событию очень долго. Сын ждал, сильно хотели отпраздновать его, это день рождения. Были приглашены гости, кумовья крестная, то есть нашего сына. Родители были, ждали. Все ожидали его суточного дежурства. Он специально заступил на сутки, чтобы потом, 17-го, он был дома. Ну, чтобы смогли мы отпраздновать день рождения. И когда он выезжал уже из города Рубежного, он позвонил мне на телефон и сказал, что я выезжаю. Ну, он всегда отзванивается, потому что мы знаем, что там блокпосты стоят, и, ну, в качестве своей безопасности. Вот, чтобы я не переживала, чтобы все семьи, родные, все знали, что он уже выехал домой. Но потом, по времени, я смотрю, он должен уже прибыть домой, где его все ждали, родственники, его не было. Я набрала ему где-то телефон, телефон уже не отвечал. Потом, ну, начали узнавать, начальник звонит, так и так, узнали, что его задержали на блокпосту. Начали очень сильно мы все переживать по поводу того, что дело близилось ближе к вечеру, а его все не было и не было. Мы переживали, чтобы там с ним ничего не случилось, потому что ночью, может, все, что угодно там. И бои были, бою можно было случиться. Ну, мысли разные были. Мы Бога молили, лишь бы он был жив, здоров, лишь бы с ним ничего не случилось. Понятно. Скажите, пожалуйста, Сергей, ну, а вот вы большей частью находились именно в Харькове, в СИЗО. Вот сколько ваше заключение продолжалось в родной Луганской области? В Луганской области я находился, был задержан 17 июня 2014 года в 10.20 утра. И, получается, находился до 23 июня 2014 года в Сватово, когда меня уже отворили в ИГС города Сватовского районного отдела. После этого меня конвоировали, получается, этапировали в СИЗО города Харькова, где я находился до 22 сентября этого года. После 22 сентября было принято решение, то есть непосредственно была рассмотрена жалоба адвоката на изменение меры пресечения, на более мягкую меру пресечения. После решения апелляционного суда, апелляционный суд принял решение изменить меру пресечения и содержание подстражей на домашний арест. Сергей, скажите, я к вам обратился, товарищ майор, вы сколько прослужили в милиции и раньше могли бы ли себе представить, что будут с такими процессуальными нарушениями, можно сказать, даже по беспределу действуют другие вооруженные люди? Я верой и правой служил народу Украины, выполнял все указания, выполнял присягу, которую давал на верность нашей стране, соответственно, выполнял все свои функциональные обязанности и 17 лет отдал службе прохождение органов внутренних дел. Ни единого нарушения не имею за время прохождения службы на территории, получается, обслуживаемого района. Сергей, когда мы с вами говорили в перерыве между судебными заседаниями, ну вот вы такой интересный факт сказали, что за 17 лет вы ни разу не взяли больничный. Ну вот в связи с чем это связано? Как вы переносили на ногах какие-то болезни, недомогания? Совершенно верно. Ну, верой, правда, я отдавался полностью своей работе, соответственно, дорожил и старался, как бы, выполнять все указания руководства, дабы, получается, ну, свои функциональные обязанности выполняли в полном объеме. А будете ли вы подавать с адвокатами апелляцию? Я думаю, будем подавать апелляцию в связи с тем, что на данный момент по решению Чернозаводского районного суда, на данный момент, решение, которое находится у меня на руках, изменен у меня домашний арест, в принципе, по времени, то есть с 8 часов до 14.00 ежедневно. Но я в этот период времени, я, скорее всего, не смогу пройти кост лечения и полное обследование в Харьковском онкологическом центре по своему заболеванию. Да, Сергей, я понял. И скажите, вот еще один вопрос, вот по вашему товарищу. Надеетесь ли вы, что он все-таки будет освобожден из СИЗО, потому что вы действовали вместе, скажем так, я понимаю, и риски одинаковые, о которых говорит прокурор. Еще хотел бы уточнить. Прокурор в обосновании рисков говорил о том, что вы являетесь подготовленными сотрудниками милиции, и можете вот эти свои навыки, скажем так, использовать для давления на свидетелей, препятствования экспертиз, проведению экспертиз. А почему вы, если вы...